ребят представляете дожили у нас и так экипаж 9 человек сейчас значит с палубы хотят убрать овеса то есть у нас получается на палубе два экскаваторщика и би и овес представляете то есть если погрузка и выгрузка они 6 через 6 стоят то есть мы со старпомом должны еще помимо этого их работу выполнять должен утром стоять да смотреть постоянно грузить пароход вообще короче весело вот вилс прислали сообщение что они хотят убрать уэса без сменщика и вот флай детали какие они предлагают посмотрите цены на билеты на филиппины вот такие цены на билетики чем они еще вариант рассматривают бизнес класс но понятное дело что полетит этим уже подтвержден так что планировался он меняться значит в в ноябре из-за коронавируса так как сейчас ситуация улучшается то как бы все окей вот приедут они значит домой все кто меняется да и сразу же на судно для коронавирусных ну вероятных больных то есть две недели у них изоляция будет как-то вот так ребят у них там все еще достаточно строго хотя уже послабление тоже есть тем не менее ожидать две недели чтобы избежать распространения пока не отменили у них это насчет своего города не знаю знаю что в некоторых городах россии уже вроде как отменили тем кто приезжает за границы в архангельске пока по крайней мере достоверной информации не слышал ладно с этим покончили сейчас нас расхождение судном небольшим сухарем некоторые мне в тиктоке пишут постоянно сухарь да сухарь сухарь это вот 90 метров у нас у нас не совсем сухарь в общем он идет пересекает не по носу еще немножко левее взял какие его планы куда он идет не ясно какой-то странный маневр ну раз пересекая значит ему тогда возможно проложен маршрут дальше от берега чем у нас мы доходим вблизи что у нас капитаны уже привыкли ходить рядом с берегом вот кто редко допустим сюда ходит в любом случае кто-то боится далеко маршруты прокладывать по поводу наблюдениями писали то что ты в гдс уперся почему не показываешь подписчикам радар а смысл то от этого я уже много раз говорил да то есть переключайте как вам удобно пользуйтесь true motion релэйтик мошеном тем более сейчас это самое а иска да здесь отбивает первую очередь то есть что здесь я зацеплю что здесь одинаково единственное след конечно вот след сейчас идем в true motion ну я верю с одним двумя судами я расхожусь как бы натру не переключая на релэйтик мне принципе не мешает вот рыбак тут у меня справа он почти не движется там дрихт просто обычный но он может любой момент конечно стартануть они же такие поэтому виду наблюдения в первую очередь визуальная визуальная вот это обеззаловка потом уже маневры там то есть что изначально вы делаете да видите на радаре где-то далеко цель когда она уже видимости у вас есть у меня привычку просто возьмите посмотрите сначала в бинокль посмотрите ракурс даже ночью до огни и несет судно потом уже начинаете смотреть радар электронку смотрите тоже на из как у него след идет вот все это должно сопряжено и постоянно как бы мониторится поэтому все соответствие правилу мбпсс в общем чем сейчас подождем как раз так и разойдемся он уже полностью пересек я его вижу в принципе очень хорошо камера чуть-чуть передает до справа видите огонечка ну в общем теперь все ясно становится это supplier идет в общем на вышку нефтяную поэтому он и курс данный держит вот и все расхождение рыбак также стоит на месте я думаю никуда он не стартанет все ребята всем пока